Никола Йокич это лучший баскетболист на планете прямо сейчас. Уже целых 4 года Джокер доминирует в лучшей лиге мира. Однако из-за своей скрытности о его личной жизни известно не так уже много. Кроме того, что он любит лошадей больше, чем баскетбол. Но давайте копнем глубже и узнаем, как Никола Йокич получил травму из-за автографа, какие зависимости у Николы и почему Никола Йокич мог погибнуть от бомбардировок. Привет всем любителям лучшей игры с мячом, меня зовут Артем. И это 10 фактов, которых ты не знал о Николе Йокиче. Погнали, бажур. На 10 месте рекорды Йокича, которые никто и никогда не сможет перебить. 16 февраля 2018 года Никола Йокич во время гостевого матча с Милоки Янисом Закумпо сделал самый быстрый трипл-дабл в истории НБА. За 2 минуты до конца второй четверти на счету Николы было 16 очков, 10 подборов и 9 асистов. И вот свершилась история. 16, 10 и 10 для Йокич. Чтобы оформить трипл-дабл, сербскому бигмену хватило 14 минут и 33 секунды. Предыдущий же рекорд, 17 минут, был установлен Джимом Такером аж в далеком 1955 году. Но и это не все. Во время плей-оффа 2023 года Никола сделал то, что не по зубам даже ребятам, которые претендуют на звание Гота. Сначала Йокич катком прошелся по Миннесоте Тимбервулс. Затем переехал в Феникс Санс Кевина Дюранта. А в финале конференции даже великий Леброн Джеймс с Энтони Дэвисом ничего не смогли поделать с сербской баскетбольной машиной. Перед финальной серией Никола лидировал по подборам и ассистам в розыгрыше плей-офф. Оставалось только выиграть титул и стать первым по очкам. В таком случае он стал бы первым в истории, кто лидировал по трем ключевым статистическим показателям в плей-офф и стал чемпионом. Соперником по очкам, как и в битве за титул, был неугомонный Джимми Батлер, который затащил Майами Хит в финал с самого дна. Перед пятой игрой серии у Йокича было 572 очка, а у Батлера на одно меньше. В итоге Никола в очередной раз задоминировал. Набрал 28 очков на 21 очко Батлера, стал чемпионом и установил недосягаемый рекорд. Бажур. А знаете ли вы о диете Николы Йокича? Чем питается лучший баскетболист планеты? Думаю, по его комплекции понятно, что о нормальной спортивной диете речи и не идет. Все так и есть. Йокич ест за шестерых. В детском возрасте Йокич уже выглядел как скуфик. Все дело в его маниакальной любви к Кока-Коле. Йокич пил стакан за стаканом каждый день. В интервью Никола признался, что пил около трех литров Кока-Колы каждый божий день. Он пил так много колы, что однажды врачи предупредили юного баскетболиста о том, что ему грозят большие проблемы с зубами, а также высокий риск заболеть сахарным диабетом. Только из-за проблем со здоровьем маленький Джокер уменьшил количество колы в рационе. Но кушать меньше он не стал. Теперь понятно, почему он Никола Йокич. Забавный факт. Во время выбора Николы Йокича на драфте в эфире показывали рекламу Taco Bell. Это местная реклама шаурмы. Кстати, до похудения он весил 136 килограмм при росте в 211 сантиметров. Так вот о диете. На завтрак Йокич съедает больше калорий, чем обычный человек за весь день. Большинство людей потребляет около двух с половиной трех тысяч калорий в день. А вот Никола ест только лишь на завтрак около пяти тысяч. Крембл из пяти яиц, ветчина, бекон, сыр, шпинат. Затем заедает это все овсянкой с миндалем, ягодами и медом. Ну и запивает все это дело молочным шейком из ягод, бананов и небольшого количества яблочного сока. И суммарно пять тысяч калорий. А сколько калорий ешь ты? Бажур. В сезоне 2017-2018 года Никола Йокич получил травму, которая изменила жизнь баскетболиста. Вскоре рентген показал серьезное растяжение связок, из-за чего он пропустил семь игр. Но даже вернувшись, Йокич не восстановился полностью. Обычные броски в прыжке с двух ног все еще вызывали сильную боль в голеностопе баскетболиста. Поэтому Йокичу нужно было найти решение для возникшей проблемы. И как ни странно, это помогло ему создать новый прием. Йокич вроде как не придал этому значения, но стал применять прием против всех подряд. Заметили, что комментаторы частенько говорят фразу «самбор шаффл» после каждого подобного броска Николы. И не зря, ведь Йокич родом из города Самбор в Сербии. Именно поэтому бросок прозвали «самбор шаффл». И он стал короночкой баскетболиста при тяжелых концовках игр в НБА. Этот туз в рукаве Джокера просто невозможно остановить. Даже Дреймонд Грин и Леброн Джеймс подмечали это в интервью. В общем, его броски с одной ноги просто неудержимые. Кстати, их он начнет применять уже завтра. Ведь завтра Денверс играет свой второй матч в новом сезоне НБА против обновленных Лос-Анджелес Клипперс. Поддержать Николу и сделать игру интереснее тебе помогут мои друзья Балтбет. А по ссылочке в описании переходи в мой телеграм-канал и забирай подарки от моих друзей. Бажур. А вы знали о зависимости Николы Йокича? И речь не о Кока-Коле. Все свое свободное от баскетбола время в Америке Никола Йокич проводит за видеоиграми. Йокич обожает играть в FIFA, НБА 2К, Call of Duty. Он даже частенько рубится с Николой Вучевичем в Counter-Strike. Но любимая игра легенды НБА это League of Legends. Йокич носит мерч по данной игре, дает комментарии по ней журналистам. А однажды даже играл в нее во время перерыва матча в НБА. После того, как набрал 29 очков и 10 подборов за первую половину. Напиши в комментариях, в какую игру больше всего любишь играть именно ты. Я вот лично максимум могу в FIFA или в НБА 2К поиграть. Бажур. В начале видео я рассказывал о том, что Никола Йокич мог погибнуть от многочисленных бомб. И это была не шутка. Ютубу может не понравиться этот факт, поэтому весь видеофрагмент я показал в своем ТГ-канале. Ссылочка в описании. Бажур. Думаю, вы и так знаете о прозвищи Николы Йокича Джокер. Но я уверен, что вы не слышали о втором прозвище, которое баскетболист не очень любит упоминать. За свой медленный стиль игры одноклубник Уилл Бартон дал большому пухленькому баскетболисту прозвище Биг Хани. Самому Николе кличка не понравилась. А вот Шакилу Анилу зашла, поэтому он частенько напоминал о ней во время интервью. А какое прозвище круче? Джокер или Биг Хани? Бажур. Никола Йокич сильно отличается от всех других баскетболистов в НБА. Пока все остальные слушают рэп-чиду после крутых матчей, а некоторые сами пишут треки. Например, Дэмиан Лилард. Или Майлз Бриджес. Ну или на худой конец одноклубник Йокича Аарон Гордон. В это время Никола флексит под другую музыку. Йокич ненавидит рэп и вообще не может слушать американскую музыку, но очень кайфует от сербской музыки. Особенно от песен на аккордеоне. Никола даже включает сербские песни на всю громкость, когда занимается в тренажерном зале. Американским ребятам это не очень нравится, но думаю, что они уже привыкли. Напиши в комментариях, какую музыку слушаешь ты. Бажур. Никола Йокич очень любит свою семью. В особенности жену Наталью, с которой баскетболист познакомился еще в детстве. Ведь они оба из того самого маленького сербского городка Самбор. Или Сомбор. Кстати, она тоже любит лошадей, как и Никола. Пара начала встречаться еще в подростковом возрасте. Но в 2013 году будущей жене Йокича пришлось улететь в Америку на учебу в колледже. Где она неплохо уступала за волейбольную команду. Уже через два года Никола вместе с семьей перебрался в Америку и забрал Наталью к себе. Девушка помогла Джокеру быстрее освоиться в новой стране. А в октябре 2020 года пара поженилась. Именно с того момента Йокич начал завязывать обручальное кольцо к шнуркам кроссовок. Ведь по правилам НБА нельзя носить украшения во время матчей. И как ни странно, после этого ритуала за следующие четыре года Никола Йокич стал трехкратным MVP и чемпионом НБА 2023 года. Думаю, что Николе Йокичу нужно запустить линию кроссовок с кармашками для женатиков. Чтобы те могли спокойно складывать обручальное кольцо в кроссовки. Бажур. Йокич всегда был добрым парнишей. Ну, почти всегда. Но однажды его доброта довела до очень печальных последствий. Дело в том, что в сентябре 2020 года Никола вообще не отказывал фанатам в автографах. И в один прекрасный день раздал так много автографов, что получил травму. Сухожилие на правой кисти воспалилось. Поэтому Джокеру пришлось пропустить несколько матчей. Бажур. А вы знаете, почему Никола Йокич носит именно номер 15? Все дело в том, что Йокич толстячок. В Европе есть стандартный набор номеров для баскетболистов. От четвертого номера до пятнадцатого. И чем выше номер, тем больше размер баскетбольной формы. А так вышло, что в детстве Джокер был тем еще пузаном. И единственная майка, которая была по размеру юному сербу, была майка под номером 15. Именно поэтому Йокич носит номер 15. Но дело в том, что именно из-за этого факта Кармела Энтони недолюбливает Николу Йокича. В первые восемь лет своей карьеры Кармела Энтони защищал цвета Денвер Наггетс. Причем выступал все это время Мело под номером 15. В связи с этим для многих фанатов баскетбола было удивлением. Когда после перехода Энтони в стан Нью-Йорк Никс, через четыре года номер 15 вручили сырому новичку из Сербии, которого выбрали глубоко во втором раунде драфта. Версий тут несколько. То ли Денвер обиделся на не очень приятный переход из команды, то ли никто в менеджменте команды не верил, что Йокич станет игроком уровня Кармела Энтони. Спойлер, он стал сильно круче. Недавно Николу обогнал Кармела Энтони по очкам за Денвер. А еще, в отличие от Карамельного, смог принести титул в команду из Колорадо. Именно поэтому номер 15 в Денвере ассоциируется именно с Джокером. А недавно бывший тренер Наггетс Джордж Карл даже затроллил Кармела, выложив пост с поздравлением с днем рождения Йокича с подписью. С днем рождения лучший игрок под номером 15 в истории Денвер Наггетс. Денвер почему-то в свое время решил не выводить из обращения номер Энтони. И именно поэтому Кармела недолюбливает Николу Йокича. А в одной из игр даже толкал того в спину. Кстати, сам Никола не собирается конфликтовать с легендой баскетбола, называя Кармела великим игроком. Но каждый год фанаты Денвера все реже и реже покупают майки Кармела Энтони с номером 15. Предпочитает Джерси Йокича. Тем самым баскетболист теряет миллионы долларов каждый год. А кто у тебя ассоциируется с номером 15 в Денвере? Кармела Энтони или Никола Йокич? Не забудь посмотреть видео, как Коби Брайант унижал своих соперников. Поставь лайк и подпишись на канал. Люби баскетбол, играй в баскетбол. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!